Исполнение Варден Пайкера на подладдере Ну да, Варденка точно будет в каких-то матчах Потому что она и тогда хороша была Сейчас в мете Поэтому я Наверное буду ее где-то использовать Так, давайте пока есть возможность Я попробую А, это уже качество хорошее Давайте попробуем остаться здесь Качество почему-то Тянет Поэтому я выключу субтитры И не буду вообще ничего делать Все Картинка классная Настроение прекрасное Серия обещает быть многообещающей Начнут они с Last Refuge Теренаса не будет Мун выбрал Northern Isles Лин выбрал Concealed Hill Тэм забанен, как же хорошо А почему хорошо? На Тэме самые нестандартные катки получаются Часто макро, часто затяжные Чем единственная карта, которая отличается от остальных в этом плане Обещает быть многообещающим Это я так сказал, да? Класс Ай, да, я Слева Мун Серьезен Справа Лин Не менее серьезен Вот можно сразу определить, да? Матерого игрока от щегла Вот, сейчас играют два лучших Игрока мира Зачем создали голосование? Сейчас мне придется отвлекаться и полоску справа менять Помощники так не надо делать Игрока Минуты негативчик Что там? Ламбер Мил Еееееей, вот они заготовочки от Лина Будут хэдхантеры Будут хэдхантеры Быстрый герой, но выход в хэдхантер Форсир Козел Надо запоминать билд на самом деле Нет, ФФА он так не будет решать Потому что ФФА так быстро тебе первый герой не нужен Тебе же не нужно никого харасить или отбиваться от хараса Там выгоднее все-таки получить плюс парочку хэдхантеров к выходу героя Чем выйти героем, тупить и ждать первых хэдхантеров Но Мун проверяет, видит поздний барак, видит Ламбер Мил И понимает, естественно понимает, что это хэдхантеры Он видит, что это хэдхантеры Но я сто лет не видел вообще хэдхантеров на проуровне против топового эльфа Интересно, как сработает Хэдхантеры хороши, рекомендую Классные В Т3 В Берсеркеров Очень опасные твари Очень Лин решил за грабью последовать, вот в последнее время сильно за хэдхантеров закрепляет Да Видели Хэдхантеры хороши Отступает Волк на разведке Охота за виспами Ну естественно, он никого не убьет, он просто время выигрывает Вам джуниор фронт в команду не нужен? Присылай резюме Мы всегда в вакансии чекаем Особенно товарищей, которые Microsoft.games.ru А лишним не будет Так И довольно агрессивно он с этими хэдхантерами То есть, они просто к форсиру приджойнились У них прекрасный урон Хоть и не такая частая атака, но она потом будет компенсирована берсеркерами ДПС, как выяснили, у них там стоповый среди Среди многих других юнитов, так скажем Кто-то даже сказал, что он топовый Среди всех юнитов Исходя из расчета на лимит Но тут же нужно добавлять всякие условия Ну, чтобы без дополнительных способностей Там без поливерайзов, без там кливов и прочего Сплэш урона какого-нибудь Атак очень похоже на правду Плюс они же Когда становятся берсеркерами Становятся очень жирными Даже для, ну, особенно для своих двух лимитов Там Арча нервно курит в сторонке У меня 260 сейчас хитов А у берсеркера будет там 450 хитов 450 Да даже рифл со своими там, сколько, 420 у него Хитов у рифла Я не помню точно, если честно И он трехлимитный при этом Нычка пошла сразу же А вот это интересно Это... Да, вебочки почему-то поломались Во-первых, фокус знает об экспанде Я вот думаю, а не поставит ли ему нычку Это, конечно, тоже собьет тайминг очень сильно Есть, по сути, два варианта Ну, три варианта Первый — это игнор Второй — это... Ну, игнор с последующей какой-нибудь тайминговой атакой Второй — это прийти, отменить, попытаться Ну, там, бачком-бачком Волков вызываешь, делаешь разведку Видишь, где эльфа Прибегаешь, отменяешь базу Ну, и третий вариант — это ответный экспанд 525 же или 535 500 все-таки, да? Да, ну, если у финдов 550, то да, у рифлов скорее 500 плюс Так, приходит волк То есть форсир На эксп... Это у нас магазин Конхантеров есть минус Огромный — это маленький рейндж Низкая скорость атаки Скорость атаки компенсируется Берсеркером модом А рейнджаем добавили в патче Насколько я слышал 520, говорит Семен Фиктор Спасибо большое Да, самые жирные — это финды, получается Трехлимитный — 550 для стрелка Т3, Таурен Базу не удалось отменить форсируем Он, конечно, тут харассит, волкамечет, подъедает, но это мелочи Пока его ролик конкретно здесь Кроме разведки легкого харасса, она непонятна Ну, конечно, он еще обезопасивает Криппинг Таурена То есть он, будучи в полной уверенности в том, что Где находится противник Знает, что его не крипджекнут Возвращается к Таурену на помощь Осознавая, что, ну Форсирует, делать нечего Ну и Т3 В Т3 пошел, соответственно, Берсеркера будут А в качестве дополнения, там что, Бестиарии, наверное, с Кадоем, с Наурон, да? Нет, служители две Тауреницы То есть, ну, диспл, понятное дело, при копке плюс Спиритлинг И без Бестиария он работает Это очень хорошо Мне очень нравится, как Лин подрезает артефакты из двух магазинов, в том числе и с Эльфийского Тут вторым героем, Димка, это великолепная подстройка против Таурена Потому что обычно, если там тебя идут как-то пушить Стандартно, там, Блэдмастер, там, СХА Ну, со змейками, там Обычно играют через Алхимика для того, чтобы лечить лоу-ХП юнитов Было 520, потом сделали 505, потом 520 Добавили дамаг и 25% скорость, потом брали 5 скорости Вот, кстати, очень похоже на правду Очень похоже на правду Но не 25 скорости, кажется Значит, там вроде на 10 единиц снизили, на 15 А у них было, типа, 1.4, сделали 1.25 или как-то так Нет, было 1.5, сделали 1.35 Но это не 25% скорости Кто? Кому досталось? Подрезается Хэтхантер Диспол Но Хэтхантер все равно минус Не хочется пока сражаться Вот помните, была вчера игра Нет, или позавчера Ну, где я там Гуа-Гуа против Лина играл И там как раз Гуа-Гуа играл Ну, зеркалочка, да, орк на орк, все дела Ну и там зря сражался молодой орк Не дождавшись берсеркеров Тут не хочет повторить такую же ошибку сам Лин Да, вот он доделывается, играет на берсеркеров На мастеров посвящение идет А может, он вообще шкатулка сейчас бахнет, а? Деньги есть Правда, лимит такой у Лины странный И леса не хватает Что-то намудрилось Билдом Как будто он просто не подрассчитал Сколько ему нужно леса на все про все А все эти грейды сумасшедшие Так Камень маны И приходит Лин с атакой, но... Черт 46 лимит на 55, понимаете? И у Лины на руках еще 700 галдей Это такой несвоевременный, получается, пуш Выход в тауренов Блин, он тут так неудачно вообще пришел Крайне неудачно Пытается... О, у него вейв оказывается! А-а-а-а-а-а-а Я не обратил внимания на второй вейв Но телепортируемся отсюда тогда скорее Жертв, конечно, очень много Минус 4 берсеркера Не, это... Идея интересная, реализация никакая Несмотря на то, что это Лин Просто, если вы говорите о каком-то тайминговом пуш У вас не должно быть 800 тысяч золотых на руках к этому моменту все равно плюс каким-то макаром все равно в плюс там герои прокачались янычка уже отработала прилично чем фишка мастер черек но им там меткость прогрейдили теперь не 3 а 4 ну и все реально массарчи просто три героя массарчи под май еще добавляет 10 процентов урона вообще ли нам нужно держаться каким-то макаром если он продержится то норм если он от этой атаки не помрет а это урена жалко жалко таурена ну ох поливирайс первый уже удар поливирайс но таурен улетает с двух залпов просто от арчей воскрешение тауренов идет еще надо воскресить маны нет еще один туриен выходит ох обожаю поливирайс бах став бах виспы виспы нет 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 не подставляй что ты делаешь они же прям блин диспо прошел парочки виспов ну снос экспанда конечно он дал время лину дала время и можно в лейт играть сейчас через шкатулку но больше все меня смутило как раз то что он с этой атакой одновременно с этой атакой испытывал проблемы с лесом у него на руках как раз вот 800 голды было после окончания атаки у него был косарь на руках то есть там даже может быть имел смысл то есть с равным лимитом приходить то есть было бы там тоже 50 плюс или приходить раньше просто ладно так или иначе лин живой он перешел в тауренов и по идее против такой чистой темы естественно арчи не очень работают если тауренам удается дойти конечно же тут чистая просто контра и таурен с вейвом и таурены и отстроить просто масса арчей то есть там добавлять талонов выходить в каких-то химер нет просто берем виспов для того чтобы законтрить спирт волкеров и идем в атаку а я не знаю как здесь мун не продавит но проблема в том что лимит тауренов больше сейчас чем лимит арчи ты в этом ходишь да друзья если вы в белгороде встретите женщину невысокого роста с огромным сачком одетую в кошачий костюм это это моя жена его просто такая колоритная надо было ой тут тут смотрите четвертый левел таурен виспы идут диспелиться таурен один неплохо там в самой куче арчей но поливерайза пока не вижу еще один вейв красиво падает турен а если мана на воскрешение еще один час упадет это бесконечный колодец просто секс пой можно убивать таурена пока есть ману у этих да тц тц битый поливерайз идет по ай-яй-яй тут моноберна вообще демон демон хантер может делать по спиритволкерам для того чтобы справиться с ну решить проблему резурект козлик должен сейчас будет телепортироваться уже слишком рискованно под мао крайне бита минус под ма а почему козел бросил своих почему он бросил своих здесь он же мог спокойно ой резуректы идут тауренов арчи не могут справиться таурен возвращается сзади персональный телепорт димка уходит на последних хитах невероятная игра чтобы законтрить арчей муна нужно обязательно делать тауренов с резуректом еще база работает деньги есть у того и другого игра продолжается позвоните кузе опять проблемы есть у лина с с фоллентом в ларда я прочитал твое сообщение и там таурен четыре с половиной представляете что будет на пятом марчи там даже сытков не напасешься на это все дело просто не напасешься пока трубчики еще тепленькие надо воскрешать не все сумела воскресить вы и вам встречает вынуждена ой какой чайник 3 туре на вырываются опять в арчи пульвера из моноберна почему-то на форсира блин форсир форсир тупил стоял на минус фс таурену больше достанется главное чтоб таурен сейчас не отъехал прикопка идет постоянно на тауренов диспл чтобы прикопочки не было арчи фукусят тауренов но маны нету спирит волкеров ой в код минус 5 таурен может даже 3 аур надо брать дима на последних хитах сейчас спотнул просто таурены вдвоем мочат ой как же таурены ломают ломают людей у лина грейды по нулям грустно а зачем ему грейды вообще что за аналитика но пульвера из таурен даже если сражается против одного юнита против одного юнита урон 40 процентов урона идет от пульверайза 40 сделаешь тему грейд на атаку ты не повлияешь на вот этот урон от пульверайза а самое главное что он работает сплэшем грустно зато смотри таурены воскрешаются как ну на деф можно но можно конечно но это не приоритет в любом случае то есть у тебя и с лесом проблемы есть и все у него на самом деле уже все хорошо под 70 лимит да но это победа лина почти 6 таурен ну таурены против арчей да вот если спросит чем контрите арчей то естественно все ответят туренами орков но это идеально просто юнит но проблема в том что для того чтобы тебе получить тауренов особенно тауренов с резуректом чтобы тебя были еще спритволкеры и нормально прогрей жены и с полной маной нужно конечно столько времени должен был быть свитч талонов верно феррики карает резуректа урен ну скорее всего не надо было x поддавать все таки ну и просто если ты начинаешь уже что-то достраивать ты потихонечку тратишь деньги не такие большие но да вообще в феррики феррика один был бы очень кстати потому что его нечем убивать и заклинание у спиритволкеров они с максимальной для феррика стоимостью то есть них диспл за 100 резурект кажется 250 аж стоит то есть феррик за каждый а и этот спиритлинг за 75 вот а по юнитам феррик имеет ограничение типа 90 гг пишет мун 1 0 пользу лина заготовочка мун задумался вебки заработали то есть феррик там бы наносил сотни если не там тысячи единиц урона просто но если был повешен правильно там над над лесом что он доставал бы и все 4 гиганта контрят резурект 4 гиганта контрят резурект не понимаю о чем речь вот но как когда ты играешь в крит массу арчи тебе вообще не хочется ничего туда добавлять строить дополнительных арчей потому что она делает эту группу еще сильнее но да время было у муна и для того чтобы на т3 построить пару химерниц и хотя чем-то можно контрить химер но всегда берсеркеров можно достроить на самом деле причем быстро очень достроить греженых сразу готовых берсеркеров я согласен что древо ветров с достройкой хотя бы одного феррика и пар талонов было бы отличный контроль ну понятно что фэрри фаер у тебя тоже диспейлиться но фэрри фаер стоит там в три раза меньше чем диспол и он все равно какое-то время повисит и какое-то время ты под дополнительный урон арчами по наносишь но игра прям очень хорошая да мы ведь эльф на эльф при демон арчи демон арчи добавляем талонов да 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 ты абсолютно прав надо брать вот такие вот аналогичные темы желательно в максимально похожий и которые были на протяжении долгого времени потому что когда речь идет о там нескольких десятков игр это один вопрос ну или нескольких сотнях игр это это немного до для того чтобы стратегию там да доработать эволюционировать а когда речь идет о том что там четыре года просто эльфы играли в мирор через арчи аовы и там демон нага или демон патма нага арчи там добавляли потом талонов потом катапульты на катапульты против определенных тем то да то абсолютно прав туда правда фэриков не добавляли но причина очевидна марчам этого фэрик отстрелить никакой проблемы не составляет поэтому абсолютно на мой взгляд правильно четыре гиганта кд 4 это не делать резурект что как не успевает делать резурект 4 гиганты кричат ты видимо нет все оставим спасибо за стрим говорит церков спасибо тебе за спасибо вот поэтому да время было ресурсы были ancient of wind надо было сделать по крайней мере для того чтобы вот этих вот многочисленных спирит волкеров заставить терпеть чем фэрик делается не только против этого он делается еще против против героев то есть то что в герой там влетит 50 урона за вейв это тоже приличный плюс там же сплэш еще влетает в одного влетает во всех вокруг ну и один фэрик добавляет конечно он требует конечно к себе внимание ты должен выбрать правильное место для проведения битвы это правильное место должен этого фэрика повесить но головной боли у противника если ты все сделал правильно значительно больше чтобы там кастер не толпились чтобы отступить стоит ли там сражаться не стоит как избавиться от этого фэрика он же не мог просто батку построить и пары тычек добить батка не взрывает фэрика с взрыва если тот уже висит в форме соответственно тебе нужно еще туда тыкнуть но у него даже бестиария не было то есть у нее не было прямой контры к фэри драгону а достраивать например в дополнение к тауреном и к резуректу ну к этим спирит как они как они как они блин к духостранник духостранник ёпрес это уже столько раз не по не произносил это слово духостранник вместо этого достраивать берсеркеров только для того чтобы законтрить один юнит это очень не хочет себе этого делать потому что у тебя есть уже прям тетришная связка максимально эффективны то есть они там в синергии работают 0 1 луналикий призадумался очень хочу чтобы был один-один сейчас карта муна нотан айлс поехали вторая игра это же азиаты у них проблемы с перестройкой на лету нет нет у них нет проблем с перестройкой на лету ты не можешь играть в эту стратегию на мировом уровне на топовом уровне и не быть достаточно гибким это заблуждение особенно если мы говорим о лучших игроках мира билд тот же самый у лина обратите внимание ламбер мил уже строится больше хочется играть в варкрафт после после таких матчей еще бы графон был привычный вообще было бы классно тоже кипер возможно ему на немного разведки не хватило вот этот пробег на на экспант он был ну не то чтобы очевидным но атака ожидалась на эксп возможно даже ожидал атаку с хэдхантерами первыми в большем количестве потому что по таймингу ну был похож весьма но у ли на тот момент просто было 800 голды на руках и было меньше лимита чем у муна он при всем желании не мог там нормально дать бой но вот таурен с вэйвом которые сносят виспов это это был ключ как раз к уничтожению базы такими темпами за неделю привыкнем графону еще фуфа на нем катнем для закрепления так непривычно видеть левые смайлики такие стандартные в этом как будто ты с мобильного телефона пишешь может кстати пишешь так с телек из какого-нибудь а если темной стрелкой дарки убить то урена его нельзя поднять нет 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 трупа же не остается если ты вызовешь скелетов из трупа если время пройдет труп исчезнет то поднять нельзя пока что крепимся машинчик привет еще раз алин с женой уолин женой миллиардерша Дочь, миллиардеры Ну, считайте уже все Так, первая встреча Ай, не рассчитал по чайнику С Lightning Shield Хорошо Накинул Lightning Shield Хорошая фишечка и Мурлоком добил Нет, он получил же, кстати, опыт Это же его Lightning Shield был То есть Мурлок с Lightning Shield, добивающий Арчу Он работает на форсира И опыт получает форсир Красиво Механика Очень классно Может быть даже он специальный разбуд... Нет, они уже были разбудены, но... Класс, 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 класс Люблю такие фишки варики Так, здесь жезл иллюзии выполнен Форсир, молодец Вообще большой молодец Только что... Добивал там Арчу изящным способом Я уже забыл, что это за артефакт Это циклон, видимо, циклон Три заряда, что же еще? Конечно же циклон Циклон может зайти Ох, и сразу строит... Ну, хотя и в прошлый раз тоже была быстрая база Правильно, ведь? У... У козла Да-да-да-да Амулет Маны плюс соточку Дающий уже Азиаты, говорит, не подстраиваются Да-да-да Ну, такие тупенькие такие Деревянные Вообще добить чайником Арчу Это тоже дело непростое Потому что у Арчи же есть пассив Которая снижает магический урон Ну вот, и ты просто... Ну вот, на скидку я не могу сказать Сколько чайник у Арчи снимет Потому что... Ну, он сам по себе Такой некратный урон дает Если честно, я не помню даже какой То есть там 75, кажется, по цели Но оттуда еще срезается... Срезается какое-то... Какое-то количество из-за пассивки Плюс там была такая ситуация пограничная Когда на Арчу кликнули У нее было два хита То есть если ты начнешь проверять В такой ситуации Не факт, что это правильное действие То ты потратишь там секунду И она восстановит все самые хит... Ой, добили своего хита хантера Волк заблочил же в лоб волк Он сам забежал вперед Оооооооооо Но это минус телепорт Ну там вторые прикопки Поэтому оба хэдхантер умирают, увы Неплохо Тема с предложением к сайту Вроде меняешься, лубишь. Она еще существует Вот там есть тема новый сайт Но в принципе ты можешь изложить все, что... Если есть там какое-то обсуждение предполагается Просто создай новую тему, и все. Ха-ха-ха-ха. Задиспанил. Латинг щелл с волка. Блин, такой затейник просто. С этими предметами. Что выпало, от того и танцует. А если что-то конкретное без обсуждения, просто кидаем мне на почту. Майкерсобак.гудгим.ру Так. Таурин крепится, хатхантеры работают, Т3 идет. Стратегии те же самые, духостранники. Мастера готовятся. Подождите, он делает духостранника? Или братрум, или говорящего с духами, или спиритволкера. Опа, циклон. Пофиксили анимацию. Справа закрыть. Сколько погибнет людей в попытках убить этого. А, ну первого, Диму, первого. Ставь хатхантера. А, у вас нет такой халявы. Очень жаль. Минус хатхантер один, но второй, скорее всего, умрет. И... А-а-а, и козла мог... У козла телепорта нет! А вот... А-а-а, там же есть мана на энтов. Блин, такое впечатление, что Мун специально к лесу жался, зная, что следующий циклон это про него. Какой же ты псих! Просто псих! Да, он реально жался к лесу. Он реально жался специально к лесу, зная, что Лину с Келата хватит, чтобы окружить через следующий циклон. Я... Ну и как бы ты все равно будешь пытаться его окружить, потому что, ну, не факт, что... Вот! Ну, окружи, окружи! Волк сверху! А, персоналка там. Там уже персоналка. Это козел-байтер. Ну, развел на заряд. Так, едем дальше. Минус Headhunter. Идет легкий пуш. От Лины. Но тут он спокойно отбивается при помощи Дриад и двух героев. Ну, как? Не, спокойно отбивается. Спокойно. Ну, пять Дриад. Пффф! Пять Дриад от Муна. Это... Это все. Пошел контроль. Не расстраивай меня, Муна. Но он тут же Дриаду теряет. Да, Лин здесь не может ничего добиться, к сожалению. Класс. Что ты говоришь, что ему мешало окружить без леса? Ну, то, что козел уходит. Он жмется к лесу и уходит поверху. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И все. Что ты говоришь? К всем бы посмеяться над бобром. Я ж пытаюсь... Пытаюсь разобраться. Так, Дриадки. Ты сразу... Чуть что, сразу начинают пинать. Даже если... Даже если прав, все равно начинают пинать. За что? Что там за артефакт? Я не успел прочитать. Слишком мало времени дали. А-а-а. Все, флейта. Флейта меткости. Ну, и как мы видим, на этот раз Мун решил законтрить с Берсеркеров дриадами. Ну, у меня плохие новости. Но Мун как бы знает это, что... Трехлимитная дриада в салат просто проигрывает. Даже раз на раз Берсеркеру. Просто в салат. Она, конечно, стоит не сильно больше в плане денег. Но это все синтетические тесты. Понимаете? Синтетика. На практике можно подрезать проще значительно Берсеркеров, чем дриад. Потому что дриады не демобилизуются заклинаниями. Они неуязвимые. А к тем можно и прикопочку применить. И энты могут помочь. Ооо, какой тайминг к вышке пришел сейчас. Пытается, пытается, пытается. Вышка очень важна, потому что... Ооо, как же вовремя. Вышка достраивается. Там у вышки 16-18. Но пирсинговый урон. И он такой болючий подрядом. Там сразу по 25. На, на. Они своими копьями, мало того, что ядом не наносят половину своего урона. Ничего там не замедляют эту вышку. Так еще по фортификейту режутся. Они наносят там 5 урона, наверное. Учитывая арморы и фортификейт. Главное сейчас тогда защититься здесь. Может, второй барак даже. А что из Алина болеет? Мун, давай! 1-1. Все дела. Третье решающее. Магазин под ударом. Бетон уже есть. Два Бору состоят с рабочими. Почему-то не контролят по дрядке. Хотя достает по нижней дрядке. Идет атака. Как Бору держится вообще-то. Говорит берсеркер. На, на. А, нет, смотрите-ка. Дряд убивают берсеркера. Что-то я не то вам рассказываю. Надо проверить бы матч-часть. Пытается восстановить. Минус дряд. Пытается восстановить магазин. Не в самом безопасном месте, надо сказать. Ну, как бы лево-слево от Боруа с хорошим местом есть. Там и вышка прикрывает. Боруа рядом. И эльф, если бегает он между мейном и экспандом. А, это землянка. Блин, точно, это же землянка. Ну, оба сейчас экспандами. Мун вышел из лимита, у него 61. Но козы очень прожорливы в плане лимита. Таурен. Все-таки Таурен. Отличный вейв. Кстати, зачем Таурену вейв, если там маздриады? Непонятно. Чайник. Ну, что вы, Духостранники, переходите в Астрал. Пора же, пора же, пора же. Пошел первый. Как там хэтхантеры унижают. Ох. Даже там втроем парочку дряд уже режут. Герои биты. Дима! А где став там, Мун? Ты чего? У тебя же не на КД став. Ну, это, да, это та самая амплитуда скила Муна. Сейчас он прям на нижней позиции находится. Вот это да. Став без перезарядки. Ну, как бы у козла. Он даже сейчас его переставил. А может, он был не на том слоте, может, он его не переставил под ход-кей Да, он, скорее всего, не переставил под ход-кей Только на гудгейме Нормальная аналитика, блин Он его не переставил под ход-кей Он был у него в другом слоте, и он тыкал, видимо Понятно Ну, сам виноват, и чего Это все равно, это его ошибка Подрывники пошли, но самое главное, конечно, вышка взорвает для того, чтобы Пошли грейды на МГ МГ тоже не является контроль к Тауренам, но является чистый контроль к Берсеркям, конечно же О, идеально, почти Но там по лимиту все ок Вейв А, нет, маны на вейв Так можно стелепортироваться здесь, даже отбиться попытаться Хотя, жалко Ну, рискованно очень Вы видели, как рабочие запрыгивали в горящий бору за секунду до взрыва Жалко, что им урон не наносится, когда они... Нереалистично просто Это странно выглядело Они чинили-чинили, а потом такие, нет, все, хватит И в горящую хату Входят, взрываются и... И разбредаются С потерянным выражением лица Вещи хотели забрать из дома Да-да-да, очень похоже было, что там остались Паспорта Мобильные И кошелек с карточками Ну, это бейстрейд, очень похоже Но с Муном играет бейстрейд Очень опасно А чего стоим-то? Побежал, 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 побежал Сюзанна, Сюзанна, говорил У игры вообще такие нестандартные Это просто прекрасно Смотришь и не понимаешь вообще, к чему это все придет В результате они друг у дружки экспанды убили Мун по-прежнему в апкипе И, соответственно, штрафуется по золоту Но в целом по уровню героев и по лимиту Он, конечно, впереди ощутимо И если сейчас не будет втыкать То у него в целом преимущество по макро Исходя из того, что Эльфы — это что? Правильно, халявная раса У которых деревья ходят А время тоже подходит к моменту, когда мейн закончится И у орков вместо добывающей базы Останется просто дом вождей вот этот вот Ненужный А что, эльфы выкапываются, идут и получают Нычку, у которой 2000 здоровья, 7 армора И оно еще лапой тебе будет Огревать Хорошо, что оба сейчас пытаются Ой, пайпа выпадает Пайпа Но лимит какой-то вообще не впечатляющий у Лина 49 Да, есть запас по деньгам Но в целом В целом, в целом Не впечатляет Волк делает разведку Причем он съедает одного виспа Что? Вот даже по таким мелочам Это нетипично для Муна Что он Ну, отдает Что он отдает Виспов на ровном месте Причем он там был Отконтролил одного Потом взял, забил На этих виспов Ооо Пожалуй, чуть ли не первое, что мне нравится Это как реализована эмаляция у Демон Хантера То есть, во-первых, она считывается как эмаляция Во-вторых, она больше похожа на Такой жар, который исходит с героя То есть, постепенно распространяется Ну, то есть, уменьшается Ладно В колонку с двумя плюсами добавим третий Ну, кстати, да Она чем-то на яд больше похожа, чем на огонь Он же должен гореть Там прям иконка огня Да, стоп, вычеркиваю Это же плащ и не эмаляция А плащ у нас дает Что? Правильно Эмаляцию Это типа огонь скверный? Ну да, и это Это из компании Что-то было из компании такое Жар преисподнюю Это типа не чистый огонь, а какой-то Какой-то такой Скверный Скверный Если так, то да То по лору шикарно Огонь скверный, зеленый же Какой вейв шикарный Вы знаете, вейв Как это ни странно Прекрасно работает на МГ Потому что Даже несмотря на резисты Все равно ты наносишь им Значительно больше урона Чем там пара только Тауренов Которые дубасят с руки Из-за того, что пассивка есть Дима с инволом Раздает налево-направо Первый Таурен падает Резурект сразу Бах Еще один резурект Бах Бах Берзеркеров бьют 58 на 64 Лимиты сопоставимы Очень опасно Там сейчас МГ будут отлетать Став на первого МГ О, этих можно не отпустить Пурдж Второго окружили Пулеврайз Бах По нему По этому Еще минус один Таурен падает Но там полная мана Это воскрешение Анлим Анлим Воскрешение у Тауренов Ё-моё А как Таурены Ушатывают ряд У-у-у Видите Зубочистки Им вообще по барабану 1300 хитов У них Да? Таурена То есть 1600 Тауренов кажется 1300 Неужели это Камбэчная Для Лина Ну правда Он добивает Для того Потому что Лечить-то нечем Таурена Правильно Лучше убить А потом воскресить Главное Чтобы он не сильно Расстроился Ну нет Все молчит Спокойно Побежал Вов Пламя скверная Это уже зеленый огонь Как 8 лет Понятно Значит К нам Тогда надо на иконку Посмотреть эмаляцию Ее должны были тоже поменять Мэнси еще держится Интересно Сколько там Постается золота В шахте Ну конечно Харасили Может быть Из-за этого Нету Муна Тоже шахта Приручена Еще Еще одно воскрешение Пока что Все еще есть Преимущество По героям У Муна Но то сражение Оно Ну хотя Может быть Даже он и лучше Разменялся В прошлом сражении Просто Ну Тауренов воскрешают И все Да Ты получаешь опыт Ты молодец Убивай сколько влезет Но пока есть мана Таурены живые И таким маршем идет Орда 70 лимита Улина Таурены Там как Просто по лору Этот Как его Копыта Это Кровавая Как Или кривой рог Или растут Я не помню Как зовут Таурены Вейв Спас висков От вейва Очевидного Красиво Не успеет Лин Ё-моё Мун Такой псих Блин Ненормальный Он среагировал На замах Вейва И спас Всех висков Спрятав их Обратно в шахту Керн Керн Сытное копыто Керн Сытное копыто Ну вот Он Такой же И ведет своих Только Кадоев Нет Не защитили Кадоев 75 лимита На 70 Лина Даже больше Берсеркеры Таурены С пульверайзом Просто Хай-тек Хай-тек Дима Правда Там нарезает С эмоляцией Внутри Посмотрите Там Бжж-бжж И с руки Навешивает И горит Нон-стоп Таурен Пятого левела Может у него Там еще Аура Он Он не взял Он не взял Да Третью ауру взял Молодец Я прям так думаю Что же Лучше здесь аура Наверное Чем вейв Хорош В середине Просто битвы Понимает Что надо Что-то куда-то Вкинуть Красава Просто Таурены Падают Что там по мане Есть еще на резурект Воскрешают Тауренов 5-5 Герои А Нет Он только получил Левел Просто недавно В этом бою Поэтому Ну и взял Третью ауру Но не сразу Опять же Бедный Демонхантер Его обложили Таурен Он прожимает Инвул МГ Не выдерживают Напряжение Но Периодически делают Таунты И сбивают Атаки Ну Заставляют бегать Вокруг да около Доконтраливает Духостранника Прости господи Прячет его в астрал 70 лимит на 73 Битва уже идет Минута Никто не помер Нет Померли конечно Вон там трупы Хэдхантеров Просто достроили Дима Дима подставляется Дима став Дима Ооо Кричат комментаторы Шестой Козел Это Транквилу Можно сделать Прямо здесь Сейчас Транквилу Дима Дима умер Какой-то бракованный Телепорт Попался Ну такое бывает На самом деле Что анимация есть А Дима Прилетает К дереву Только для того Чтобы сделать От себя Харакири Транквилу Пошла Оле-оле-оле-оле-ла Говорит Комендатор китайский Точнее не опишешь Ситуацию Произошедшую Забыл духостранник С маной стоит Такой полный Регенерирует Красавчик Все Вспомнил Мэйн закончился И сейчас Мы все ждем Димку Но Димка тоже Такой взрослый Уже почти шестой Там 5 и 5 Там вообще Могут быть ультимейты И стоить с другой стороны Кстати Там же новый ультимейт У форсира Теперь он Замедляет Кажется Что он там делает еще Он эффективнее работает На здании Насколько я помню Меньше действует Но больше сносит Но теперь кажется Еще замедляет Скорость атаки что ли Врагов Именно врагов В поле зрения Поправьте пожалуйста В частике я так Ну не действует На свои войска Это понятно Но кажется Он замедляет Не только скорость перемещения Но и скорость атаки Да А замедляет только Своих Ну видимо Тогда это просто Скорость перемещения Замедляет Причем там Процентов на 75 Как-то вообще дико Я помню Один из Толеводов Который Пипс С Пипсом Записывали У него там была Так называемая Дискотека То есть В конце В конце Игры Ну там Когда уже Все понятно Он берет Своего форсира Оставшихся Грантов И делает на них Эртквейк И начинает их Там внутри контролить В разные стороны Чтоб они там бегали Вот И называл это Дискотекой Очень нравилась Ему эта тема Вот Они там Тоже такие Медленные Вверх-вниз Их там Дергает А почему Не чинит Рабочую А тут На самом деле Чини-не чини Такая Такая Огромная армия Просто Жалко Жалко Минус 600 Голды Лагаем Ну не я А они Ну как бы у меня Все равно Соответственно у всех Но недолго Хорошо Итак У нас 6-5 с половиной На 5,7 И 5,7 Очень близко А то в рен шестой Представляете Какая гроза будет Лимиты опять сопоставимы Жуть Ну работает Одна база Тут Одна база Там А нет Там же еще Мейн перешел У эльфа Вот она Эльфийская халява Таурен Невидимый Почти шестой Невидимый Для того Чтобы вейв Нормально кинуть Без получения Одного-двух Монобернов Вот сейчас Хорошо можно кинуть Максимально далеко Уадимый И козлу Взад Козлу Взад Ну козлу Взад Стомп Стомп Он переучился на стомп Да Второй стомп Для того Чтобы видимо Проконтрить Транквилу Он переучился на стомп У него нет больше Других способов Ченнелинг спела сбить Какой красавец Просто молодец Еще бы не лагал Прикапывают Таурена И делает тут же Ультимейт Но Таурен прорывается Делает стомп Прерывая Оооооооооооох Это какой-то Ну это другой уровень Совсем Конечно Таурен Таурен Шестой Дайте Таурену Дайте Таурену пройти Шестой уровень Дайте ему Он же умрет Если не получит Шестой Персоналочка Дима И Таурен Шестой Пульту вкачал, теперь его не убить. Лучше его даже не трогать. Падает, но там есть крест, и он вернется спустя мгновение, спустя рекламную паузу. А вот уже закончилось с полными жизнями, с полной маной. И пошел. Не, Линн вообще жестик. Заготовочки, да. Как и говорили в интервью, специальный эстрата подготовил. Хорошо отработал. 2-0 Мун. Да ладно! И Мун фаворит на турнире. А тут такими темами его убивает Линн. Класс! Покупает телепорт. Да, у Муна все еще две базы работает. Да, он может еще со своим скиллом что-то сделать. О, опасно! Не, надо телепорт сжать уже. Максимально он хочет выиграть время, потому что пока там Димка восстановится, время-то пройдет. Дима, 5-5. 5-5. Наполовину только шестой. Пытается убить как можно больше рабочих Он сдаваться не будет, пока можно Поубивает рабов, прожмет телепортом Дрядами подрежет подкрепость С кем ты сражаешься? Вон, рабочий раз, рабочий два Две базы предметы, рабочие три Телепорт Ой, там стомп буквально за долю секунды до стомпа Который, кстати, его бы похоронил Там есть и начальник на третий И все И рабочих подрезает Вот Мун, какой бесячий, вы посмотрите Он, мало того, большинство бы забили Вот после потери Димки После 6-го Таурена, типа, а что тут уже играть? Отставить мучения, вот Нет, все Пошел, ударил туда, подхарасил здесь Две базы против одной Уже третий раз я это повторяю Выиграл время для появления Димки Еще есть шансы Еще есть шансы у Шастовой Да, вот он выиграл столько времени Что Дима пятый почти уже полностью восстановился Вы посмотрите Но сейчас, кажется Ну, не кажется, а точно упадет эльфийская база здесь Но не просто так Ценой, по крайней мере, двух Двух Берсеркеров Возможно, стоит даже добежать снова На базу Корку У Лины лимита уже меньше 63 лимита на 69 При этом денег на руках нет Добыча весьма-весьма посредственная Он восстанавливает рабочих, потерянных не так давно на экспанде Это, конечно, еще далеко не все А, он выделил средства и построил сразу базу через шкатулку форсиром в правом нижнем углу Тогда Тогда уже ситуация у Муна посложнее Но опять же Будет какой-нибудь шестой Димка С ультимейтом в правильном месте прожитый Таурен шестой Ой-ой-ой Транквилла пошла Моноберн, Моноберн, Моноберн О, Моноберн, О О, Шемида Поражал Моноберн И все, и ничего не сделать Все лечится, никак это не перебить Таурен падает Экспа идет Дима к шестому идет Моноберн, чтобы не воскрешали Ох, ну подлоги вы Два Таурена в куче Ой-ой-ой, Лин тут неправильно сражается Теряет еще двух Тауренов Дима очень близок уже к шестому Пять и семь Еще один Таурен фокус Седьмой кипер, шестой Демон Шестой Демон Стоит ли здесь прожимать ульту или не стоит? Мана у него есть Но нет понимания, стоит ли сейчас это делать или не стоит Все ждут решения Дмитрия Да, Дима решил, что пора Он убивает тут же с первого же удара Таурена Начинает разваливать налево-направо хаос уроном со сплэшем Ох, это страшно Ульта от Демон Хантера, конечно, просто страшная Воскрешается Таурена на 40 лимита на 75 Мун все-таки вытаскивает эту игру Лин пишет GG Так как я и ожидал, это просто топовая серия 1-1 и будет третья решающая игра Шикарно Понимаете, насколько как бы сегодняшние матчи до этого были не очень Но это топ-1 и топ-2 По количеству заработанных средств за всю историю Варкрафта То есть вот эти товарищи заработали больше всех денег в мире На Варкрафте Это лучше из лучших Фух Бодренько так Пошло Ну ждем третью Очень качественная серия Если встать на Таурена, когда он воскрешается, он вытолкнет Вытолкнет юнитов Не-не-не, он должен просто рядом появиться, по идее То есть блок трупа не приводит к тому, что не происходит воскрешение Вот если здание там построить, это хороший вопрос Но мне кажется, тоже даже здание не приведет Пока есть труп, его можно воскресить, просто юнит появится в другом месте АБМ и орки теперь не играют Играют, но в этом мы чапе значительно режем Моя Это действительно очень много. Субтитры создавал DimaTorzok И я чувствую, что это сделано в этом видео. Потому что это было в следующем видео. Мы уже не забываем это. В общем, это было очень хорошо. В «Бенфонзилл» так много лет назад, не было такой такой работы. И это было бы не так, что это было бы неправильно. И это было бы не так, что раньше. Возможно, очень мало людей было бы это делать. Мы всегда говорили, что это очень важно. Еще один очень хороший показатель Это не скилла, конечно, показатель Это показатель того, что уровень равный То, что игры идут долго Вспомните, как вы там играли со своими друзьями По полчаса, по часу, если приблизительно одинаково играете Развиваетесь, все дела И когда встречается человек, который играет Ну или вы сильнее другого человека Играете катки быстрые Какие-нибудь стандартные И не затягиваются А тут прям достойны друг друга И уже там мейн закончился Переползли уже там туда-сюда И герои высокого уровня нетипичны для стандартных игр Стараются Кстати, на бумаге Ну то есть в теории, если вы возьмете Таурена И поставите его против Дриады Или возьмете там лимит Таурена Против Маута Джейнтов и Дриад То Таурены должны справляться То есть как бы они, особенно с Резуректом, даже без учета Резуректа Должны убивать Но в сочетании с прикопками, с Таунтами, с ультимейтом Козла, который вытаскивает в считанные секунды здоровье всех Иммунитет Или повышенную сопротивляемость к магии, которая у Маута Джейнтов есть Ну иммунитет у Дриад и повышенную сопротивляемость у МГ Получается, что Дриад с таким миксом очень сложно убить в принципе То есть если ты не забиваешь на контроль Дриад То их ты ничем не остановишь, кроме как Арбой Там у Форсира, кажется, там была Арба Ну или у Таурены, у кого-то там точно была Арба Потому что Пурч периодически вылетал и штрафовал юнит А так, ну, не убить юнитов То есть если вы проигрываете, можете всегда отступить Сеток нет, Хекса нет Все Вот они, мастера Варкрафта 2020 год Им там уже Муну, наверное, 35 Лин помоложе чутка 36, наверное, Муну Сейчас старше он у меня или моложе Ну, Лин должен продолжать У него стадия вот эта вот хантеровская И переход в Таурена получается отработан очень хорошо Кстати, теоретически, если поставить Армию на место смерти Таурена Так что вокруг не было свободных леток Воскрешение должно с ним негде появиться Но если ты всю карту заставишь, то да В теории не должно быть свободного места А так он будет просто как бы виртуально выталкиваться в любое свободное То есть здесь не появилось и идет дальше 86 года он рождение, 33 года 14 декабря у него день рождения Пишет за баня на Ромео Ромео Но Добавим в игнор Едем дальше Keeper of the grow Да и форсир К героям тоже претензий нет Headhunter Хорошо катает Очень хорошо катает Почему после окружения державлей они не падают дальше? Там другая механика, там как раз падение Они не рассыпаются в разные стороны Не знаю как, почему так это сделано Но можешь представить, что у тебя телепорт происходит Это как, ну скорее всего, похоже Больше похоже на воскрешение, чем на падение Если ты застроишь своими мейн фермами Так что не будет свободных клеток Он все равно будет выталкиваться дальше, 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 дальше Даже если будет там весь экран заставлен фермами Он все равно стелепортируется Как там три яйца? Ну он сегодня не играет Просто сегодня играют двое Два победителя И два проигравших Из первого игрового дня То есть который был позавчера Поэтому Поэтому сегодня нет ни Фогича, ни Тиаша Так, так, так Что это за график? Так, рефоршит, так выглядит, что ли? Да Добро пожаловать Вариантов Этого турнира в классической графике нет Экспандер Фашиба, Фашиба Надо теперь Муна защищать базу Кстати, может не успеет даже Виспап довести Да, не успеет Это очень Очень грубая ошибка от Мунчанского Очень грубая ошибка от Муна И заметили сейчас, как специально перевызвал волков Под тайминг очевидного диспала То есть могла сложиться ситуация Я даже удивился, почему он сразу не задиспейлил этих двух волков Ну, потому что там экспа За них, конечно, меньше экспы дают, чем раньше Но тем не менее Вот, и они были оба коцаны То есть они бы улетели сразу же Возможно, кстати, он ждал мува как раз от Лина Класс Игроки на какой графике? Все на классической, естественно Просто организаторы так захотели Может там с Близзардом какие-то договоренности Может еще что-то Но смысл в том, что у всех Есть возможность только смотреть Новую графику без варианта выбора Увы Реплейники не выкладываются Я не смотрел, кстати, по поводу репок Если есть, то можно некоторые игры пересмотреть Внимательнее записать Как раз без интерактива Не отвлекаясь на чат со старой графикой Особенно удачно Я бы серию Экс Лорда посмотрел еще разок Выкладываются реплоки Хорошо Подрезается первый хэтхантер Увы Хотя не знаю, почему я сейчас за Лина Сейчас уже точно победит сильнейший Уже не 2-0, уже 1-1 То, как и хотел Но обычно такое происходит Когда игроки по скиллу очень близкие Тем более там же черкание карт Есть более удачные, менее удачные То есть проигравший выбирает карту На которой ему получше И шансы, соответственно, чуть-чуть в ее сторону смещаются Что, 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 что там кричат? Там спирит лод что ли строится? Волки окружают Грамотно форсируем Не давая окружить Ну, правда, есть еще одна прикопка Но очень, очень Во-первых, битый козел А там можно и чайником агрести Плюс висп рядом есть Который Может задиспелить прикопку, если что Пошел экспант Но в отличие от прошлых каток Он значительно позже, чем Ну, чем прошлых двух Плюс разок был отменен Ооо, форсируем немножко подставляется Персональный телепорт Но нечем ответить козлу Да нет, у него маны Что? Энсна? Энсна? Видно же, что маны мало Чего они кричат-то? Я уже китайский начинаю критиковать Старый вообще стал Ворчу, блин Старый дед на этих Комментаторов Висп задиспелил перед копкой Это глупость, конечно, сказал Волковка, Волков Волков И сразу на меня накинулись И начали пинать ногами опять в чате Обидно Турин второй, аура есть? Но здесь, кажется, очень много Хэдхантеров можно потерять Просто на двух героях Поэтому хочется как можно быстрее Закончить вот это вот Демонхантеровское безумие Пытается окружить Тот покупает инвул Да, подрезка идет очень классная Там вторая прикопка Минус один, минус второй Только и остается, чтобы своих добить Чтобы не Чтобы врагу экспы не досталось Так, а на экспанде Арчи стоят, видимо Видимо защищаются от чего-то Нет, так выглядит Минотавровский Этот тотем Стратегия та же самая Духостранники С хэдхантерами И выход в тауренов Какой же надоедливый Муновый Посмотрите Ловит на криппинге А там нет телепорта, что ли? Был телепорт Выругался сейчас один из комментаторов Я слышу Уходит в астрал Духостранник Ну, мне кажется Что он просто решил Продать ФС второго За телепорт Не телепорт Ой, в смысле Таурен тут тоже Ой А че так ж Он реально двумя героями развлекает И минус ТЦ Ну надо было телепортироваться Получается Все-таки ненадолго Остановили Таурена Ох, моноберн какой Блок-блок слева-слева Ой, там рейдер на последних И так Я не подблочил Нет-нет-нет-нет ТЦ убили, кажется Нейтралы Да, точно нейтралы убили Но минус два героя Просто у Лина Дряду за За Просто Забили козу Два логра Помянем Помянем ГГ Да ладно Ох А вот этого я не ожидал От Лина Ну, понятное дело Что он позади Очень сильно позади Он знает об экспанде У него два героя умерли Но Он Сдался Пользуясь случаем Передаю привет Экспертам Которые говорили 2.0 И Зелин Тэнт Музыка 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 Музыка